Я рискну сказать, что проблема приезжих выходит на первый план, становится возможно проблемой номер один политической, по крайней мере в крупных городах, в частности в Москве, которая на себя принимает основной удар. Проблем, порождаемых бесконтрольным притоком приезжих из южных стран, огромное количество. Они, конечно, не только экономические, хотя в первую очередь экономические, потому что буквально вчера была озвучена цифра, что до половины ВВП Таджикистана составляют денежные переводы из России. Это означает, что значительная часть той добавленной стоимости, того валового продукта, который мы производим здесь в стране, он просто уходит. И, собственно, целая страна, целый ряд стран получают возможность жить, извлекая рентные доходы из нашей экономики. И мы знаем, что именно вот эта сфера, где задействованы мигранты, это, как правило, в значительной степени непрозрачное и коррумпированное предприятие ЖКХ, строительного сектора, она порождает вот эти вот всякие неучтенные потоки наличности, которые генерируются за счет того, что большая часть зарплат просто отбирается у нелегальных рабочих. Все это, безусловно, подпитывает криминальный сектор в значительной степени. И, кроме этого, то, что люди, которые приезжают сюда из стран с средними зарплатами в 100-300 долларов в месяц, они соглашаются работать на рабских практических условиях, демпинговать на рынке труда. И это приводит к тому, что в низкоквалифицированном секторе в России не растут зарплаты. Это огромная проблема, это проблема, которая сдерживает рост благосостояния значительного сегмента нашего населения, рост доходов людей, рост экономики и так далее. К огромному сожалению, если вы почитаете многие публикации людей, именующих себя экспертами в области экономики, вы об этом практически не услышите. В основном мы очень часто слышим такую промиграционную риторику о том, что якобы у нас дефицит рабочих рук из-за плохой демографии. Такие утверждения действительно очень распространены, причем часто довольно известные экономисты с хорошей репутацией с ними выступают. Эти утверждения являются признаком глубочайшего непрофессионализма с тех, кто с такими заявлениями выступает. Если человек говорит, что в России из-за плохой демографии есть проблемы рабочих рук, это значит, что человек просто не владеет профессиональным предметом. По одной простой причине. В России исключительно низкая по меркам цивилизованного мира производительность труда. И она низкая прежде всего за счет непомерного раздутого госсектора, который производит недостаточно добавленной стоимости, но при этом там занято очень много народу. Ну, например, известно, что, скажем, число государственных гражданских госслужащих у нас выросло там примерно с миллиона человек в 2000 году до 1,6 млн. сегодня. Или, скажем, в компании российской железной дороги только одной работает более миллиона человек. При этом, если сравнить производительность труда с европейскими железнодорожными компаниями по прибыли и выручке на одного работника, то в РЖД должно работать там 1200-300 человек, не больше. Я уже не говорю про такие сектора, как коммунальное хозяйство и так далее. В условиях такого избытка низкопроизводительной рабочей силы в неэффективном госсекторе говорить о том, что у нас дефицит рабочий круг, ну, это просто глупость. Это какая-то мантра, которая не имеет под собой никакого основания. Кроме того, у нас в секторах, где задействованы мигранты, чрезвычайно просто неприлично низкий уровень автоматизации, известно, что в развитых странах эта автоматизация достигла намного более широких масштабов. Мы сейчас, кстати, прорабатываем ряд исследований именно на тему того, как, собственно говоря, преподнести альтернативу завозу дешевых мигрантов на низкоквалифицированные рабочие места именно в виде развития этой автоматизации. Ну, просто если вы поездите там, скажем, по городам в развитых странах северного типа, где там снег выпадает, вы увидите, что там снегоуборочные техники, причем не обязательно вот тяжелые, которые убирают именно проезжую часть, а, скажем, вот этих бабкетов маленьких, которые заняты непосредственно уборкой дворов, там, пешеходных, собственно, зон, их в разы больше. То есть это на порядок более развито, чем в России, где это все делают, соответственно, десятки гастарбайтеров с лопатами. Ну, мы все видим на примере нашей повседневной жизни, как это происходит. Кроме того, создается огромная социальная нагрузка на общество. Вот коллеги говорили о преступности, я там не буду воспроизвести цифры, они известны. Буквально наш коллега по партии «Демократический выбор» только вчера, соответственно, вечером выложил видео, он просто ехал в метро. Я думаю, те, кто ездит в метро, особенно поздно вечером, могут подтвердить это. Вот он просто снял сценку, как расклеивали приезжие, очевидно, из Средней Азии, по их внешности, они расклеивали незаконное объявление в вагоне, он попытался остановить их и снимал их на камеру, а они ему ее чуть не сломали. Ну, просто человек занимается ки-айкидо, поэтому сломать ему чего-то было там не так просто, это еще вопрос, кто кому чего может там сломать. Но, тем не менее, вот это видео он буквально вечером выложил в сеть, да, это вот, я думаю, очень отражает повседневную нашу реальность, с которой мы все знакомы. И мы видим, что нагрузка криминальная на общество растет из-за мигрантов. А кроме этого, есть целый ряд других проблем растет, например, нагрузка на медицину, потому что и, собственно, санитарно-эпидемиологическая обстановка и качество медицины в этих странах, откуда приезжают эти люди, низкая. И за счет своих чрезвычайно низких доходов они не могут себе обеспечить нормальное медицинское обслуживание, поэтому приходится вот лечить их от всяких разных... Там педикулез, это о том, о чем говорил Константин, это, в общем, детские шуточки по сравнению с реальной ситуацией там в плане их здоровья. А кроме этого, собственно говоря, вот одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся, общаясь с избирателями, это нагрузка, например, на сферу образования. Вот, скажем, известный педагог Ямбург недавно, я видел его по телевизору, он говорит, что просто... Вот человек, один из уважаемых людей авторитетных в сфере образования, он прямо открыто сказал, что у нас сегодня актуально введение преподавания в начальных классах русского языка как иностранного. Русского языка как иностранного, коллеги, в России, в Москве, да. Потому что, ну, и не только вопрос в том, что приезжают дети, которые не знают русского, они насаждают свои обычаи и создают соответствующую обстановку там в классах, и за это многие родители просто страшно боятся отдавать детей там в детские сады, в школы. Это вот просто факт, да, вот как бы не неприятно это звучало, но нам придется на это реагировать ответственным и здравым политикам, потому что вот эта проблема существует. Визовый режим, он, безусловно, решает массу этих проблем, потому что мы исключаем ситуацию, когда люди получают возможность просто, не имея работы или имея низкооплачиваемую работу у себя в стране, приезжать сюда и вот просто слоняться здесь в поисках работы, искать ее с переменным успехом или безуспешно, сваливаясь там в криминал, наркоторговлю и так далее. Вот Дмитрий Демушкин говорил уже об этом. Я сам имел опыт общения с руководством диаспор среднеазиатских в Москве, которые соглашались открыто с доводами о том, что визовый режим нужен и что когда люди приезжают, не имея конкретной работы, это плохо. И, соответственно, еще одна проблема – это то, что вот сейчас, благодаря там ряду причин, можем подробнее об этом поговорить, но власти начали дальше ситуацию завладеть в более опасную степь. Они пытаются вот этим всем людям дать возможность получить по упрощенной процедуре российское гражданство, просто институционализировать их пребывание здесь, что делает разговор о визах вообще бессмысленным. То есть они как бы могут в любой момент просто получить российское гражданство, и эти проблемы, они останутся с нами вот навечно. Я хочу здесь завершая просто сказать, что это абсолютно неприемлемая обстановка вопроса, потому что социально-культурная общность с этими странами, она давно уже осталась историей. Сейчас в основном сюда приезжают молодые мужчины, которые родились в, там, ну, там, самое раннее, там, в середине 80-х или в начале 80-х годов, когда уже реально социально-культурные связи Средней Азии, например, с Россией начали просто утрачиваться. И эти люди, они вообще не помнят, какова была жизнь в Советском Союзе, они ничего не имеют общего с русской культурой, они вообще не имеют представления о русском языке, и, в общем, это совсем чужие люди, которые... Мы никогда... Вот с теми, кто приезжает к нам сегодня, миллионы людей из этих стран, мы никогда не были в одной стране, в одном обществе с ними, это какие-то просто чужие люди совсем, и, кроме этого, есть совершенно объективный фактор, о котором, вот, несколько месяцев назад я был на открытой трибуне у Нарышкина, обсуждалась тоже вот эта тема миграционная, даже такой человек, как Глеб Павловский, который известный был в течение многих лет, такой провластный эксперт, один из архитекторов нынешней политической системы, даже он сказал фразу, что Россия не может дольше быть спасательной шлюпкой для вот этих миллионов людей, бегущих и спасающихся бегством от своих разрушающихся экономик. Мы знаем, что ситуация там не улучшается, это значит, что переезжать они не перестанут, ну, о последствиях я вкратце рассказал. Вот, извините за долгую речь, конечно же, мы поддерживаем введение нормального режима с выдачей рабочих виз для тех, кто нужен здесь реально и хочет работать, срочных, отработал на срок действия визы, уезжай обратно. И мы, конечно же, категорически выступаем против совершенно бредовых идей наделять вот этих приезжих в упрощенном порядке российским гражданством. Российское гражданство – это не какая-то личная собственность действующих правителей, это огромная социальная нагрузка на всех нас, граждан России. Несколько тысяч долларов составляют обязательства государства ежегодные по отношению к каждому гражданину по вопросам социального характера и обеспечению безопасности. Порядка 4 тысяч долларов в год – это только социалка и безопасность, да. И мы вот так вот просто это раздариваем непонятно кому. Мы, конечно, категорически против всех этих попыток вести упрощенное гражданство. Продолжение следует...